В Иркутске начал работу комплекс фиксации неправильной парковки. Снаружи он выглядит как обычный легковой автомобиль, однако внутри расположены две камеры, монитор и процессор. Во время движения аппаратура фиксирует номера неправильно припаркованных машин и автоматически передает их в ГИБДД. Затем водителям отправляют штрафы. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что это тихий способ обратить внимание водителей на соблюдение правил дорожного движения. По его словам, если опыт будет успешным, то в дальнейшем количество таких комплексов увеличат. Работает он на девяти участках. В Ленинском районе находятся три из них, еще шесть в Правобережном округе. Дополнительную технику привлекут к ремонту проблемных участков автомобильных дорог на севере региона. Это отрезки Киринск-Орлова, Киринск-Красноярова. Об этом сообщили во время встречи губернатора Иркутской области с директором филиала «Газпром Инвест Иркутск». Большинство дорог – грунтовые и требуют замены верхнего слоя, пострадавшего в весенний период. Сейчас туда завезли скальный грунт, планируют работы по отсыпке земляного полотна. На совещании отметили, что работы на этих участках ведут регулярно. Задействованы также Качукский, Казачинско-Ленский и Нижнеилимский филиалы дорожной службы Иркутской области. Троих мужчин осудили за разбойное нападение на дом предпринимателей в Тайшете. В марте 2020 года злоумышленники проникли через окно в дом. Они напали на 61-летнюю женщину и ее 15-летнего внука, когда они спали. Из сейфа мужчины похитили деньги и украшения на сумму более 4 миллионов рублей. Спустя несколько дней сотрудники уголовного розыска задержали первого подозреваемого. После нашли и остальных. Один из них скрывался в Ростовской области. Их признали виновными в совершении преступлений по уголовным статьям 162 «Разбой в особо крупном размере» и 161 «Грабеж в особо крупном размере». Преступники получили наказание от 7 до 8 лет лишения свободы в исправительных колониях строгого и особого режимов. Медработники Иркутской области получат специальные выплаты на приобретение жилья. Соответствующее постановление сейчас готовится в правительстве региона. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев на встрече с ординаторами и членами ученого совета Иркутской государственной медицинской академии после дипломного образования. Деньги будут выплачивать однократно в пределах бюджетных лимитов на основании договора, заключенного между региональным министерством здравоохранения и медицинским работником. Планируется, что мера поддержки начнет действовать уже к концу 2023 года. Молодые специалисты должны понимать, что сегодня область заинтересована в их трудоустройстве на территории области. И мы сегодня окончательное решение приняли, что все, кто и сегодня выпускается из числа ординаторов и в будущем, везде будет работать кадровая комиссия Министерства здравоохранения. Брачанин Виктор Кудрявцев взял золото на первенстве России по греко-римской борьбе до 16 лет, которое прошло в Уфе. В этом году приняло участие рекордное количество спортсменов – 650 человек из 65 регионов страны. Из них 31 был в том же весе, что и Виктор. Благодаря победе молодой борец завоевал место в юношеской сборной России. Секрет Виктора прост – это упорство и наставление тренера. Также молодой человек поделился своими планами на будущее. Он не хочет оставлять борьбу. Его цель – мировой чемпионат и Олимпийские игры. «Больше года готовился к первенству. Я очень хотел занять призовое место и вообще войти в тройку как-то. До выхода финала большая часть вообще на ногах не могла стоять. Где-то на скручиваниях работал, где-то еще что-то. Вот единственный сильный соперник попался за выход в финал». Субтитры создавал DimaTorzok